Привет-привет, любимые Хочузнайки! Я думаю, вам известно, что многие люди обожают коллекционировать разные вещи. От открыток до музыкальных инструментов и разных значков. При взгляде на свою постоянно растущую коллекцию, они испытывают какое-то странное чувство удовлетворения. Но в каждом виде коллекционирования есть свой святой Грааль. Предмет столь редкий, что только богачи могут заполучить его. От драгоценных камней до комиксов. Вот четыре самых ценных предмета в мире. Друзья, если вы впервые на нашем канале, то советуем вам срочно подписаться на него, чтобы одним из первых смотреть наши новые видео. Библия Гутенберга Многие считают придуманный Гутенбергом способ книгопечатания самым важным событием в современной истории. До этого книги писались от руки, что занимало много времени, поэтому книги были роскошью, а грамотные люди встречались только среди богатых и знатных. Но Гутенберг изменил существующую тенденцию. Первая напечатанная им книга была, как ни удивительно, Библия. Первая Библия была напечатана в 1456 году. Затем было выпущено еще несколько сотен книг. Но книги не вечны. И до наших дней дошли только несколько экземпляров. Предполагается, что на данный момент есть 28 неполных копий и 21 полная копия Первой Библии. Они хранятся в библиотеке Конгресса и других авторитетных учреждениях по всему западному миру. Страница книги в хорошем состоянии может стоить до 25 тысяч долларов, 1,6 миллиона рублей. А полное первое издание – 35 миллионов долларов, 2,2 миллиарда рублей. Неплохая цена для старой пыльной книги. Самая редкая монета. На первый взгляд эта монета кажется вполне обычной. Но в действительности это не так. Она стоит миллионы долларов. Редкая монета в 20 долларов 1933 года выпуска. Самая дорогая золотая монета, когда-либо проданная на аукционе. Легенда среди коллекционеров. Она такая редкая, потому что большинство монет этого номинала были переплавлены в связи с отказом США от золотого стандарта. Только одна золотая монета в 20 долларов принадлежит частному лицу. Все остальные монеты являются собственностью американского правительства. Причем служба безопасности США изымает все обнаруженные подобные монеты. Была продана всего одна такая монета за поразительные 7,9 миллионов долларов. Это 511 миллионов рублей. Подписи Шекспира Уильям Шекспир написал столько работ, что многие считают, что под его именем скрывается не один человек, а группа людей. Шекспир был английским поэтом, драматургом и актером эпохи Ренессанса. Примерно с 1594 года он был членом театральной компании под названием «Слуги короля». В своих произведениях Шекспиру удалось описать большую гамму человеческих эмоций и затронуть много важных тем. С тех пор прошло 400 лет, но его личная жизнь по-прежнему окутана тайной. И хотя его книги можно обнаружить в любой библиотеке мира, подпись Шекспира найти гораздо труднее. На самом деле существует всего 6 подтверждений копий подписи драматурга. И все они оцениваются в 3 миллиона долларов, 195 миллионов рублей или более. Ни одни из подписей не связаны с произведением искусства. Наоборот, все они проставлены на деловых документах, которые Шекспир подписал при жизни. Этот факт придает драматургу еще больше загадочности. Пейнит Пейнит – самый редкий драгоценный камень. Он был обнаружен в 1950 году в Мьянме английским минералогом и торговцем драгоценными камнями Артуром Пейном. Редкость пейнита объясняется тем, что он состоит из циркона и бора, которые обычно не взаимодействуют друг с другом в природе и не встречаются в других минералах. Благодаря своей редкости цена за один карат пейнита доходит до 60 тысяч долларов. Залежи этого камня имеются только в Мьянме, что делает его еще более уникальным. И в то время как большинство людей продолжают считать, что самыми ценными камнями являются алмазы и изумруды, настоящие поклонники драгоценных камней знают, что самые ценные камни – это пейниты. На этом все, пока и увидимся в новом видео.